В Харивире возвели двухэтажный торговый комплекс и готовятся к строительству нового детсада. В списке проблемных – местная ДС и участковая больница. В минувшую субботу стратегию развития муниципалитета оценил глава региона Александр Цибульский. Подробности в материале Тимофея Жукова. Современный торговый комплекс в селе возвели в рекордные для заполярья сроки. Руководитель местного потреб общества Татьяна Кокина рассказал Александру Цибульскому, что муниципалитету понадобилось 19 миллионов рублей, чтобы построить уютное здание общей площадью 400 квадратных метров. Глава региона осмотрел в поселке работу пекарни, сельской бани и детского сада, участковой больницы, дизельной электростанции. Последние два вызывают особую тревогу. Строительство новой электростанции было заморожено по вине подрядчика 7 лет назад. Есть лишь каркас, над судьбой которого сейчас гадают в муниципалитете. Иной расклад в участковой больнице. Объект, оснащенный современным оборудованием, сдали в строй в 2014 году. Но подрядчик допустил множество недоделок. Устранять их предстоит теперь с участием судебных приставов. Мне, наверное, уже прошла точка кипения в моем осмотре этих объектов. И, конечно, когда я вижу больницу, которую ввели в эксплуатацию в 2014 году, а сегодня она уже внутри начинает разваливаться. И фактически мы должны принимать решение о проведении там довольно серьезного ремонта. Но я, как минимум, считаю, что это не совсем эффективное расходование средств. Мы приходим в начатое в 2010 году строительство здания для новой дизельной электростанции. И понимаем, что больше 100 миллионов рублей, которые были на нее потрачены, по сути, уже сегодня можно констатировать, что закопанную землю, потому что, видимо, с высокой степенью вероятности уже использовать этот объект невозможно. А там стоят и закупленные дизельные установки, и гараж. И главное, что это то, что действительно нужно жителям. Просто если мы за все объекты будем платить по нескольку раз и так халатно к этому относиться, то, я считаю, нам никогда не хватит никаких денег на то, чтобы выполнять свои социальные обязательства и развиваться. Разговор с жителями села получился честным и откровенным. Среди вопросов, озвученных сельчанами, субсидии на строительство индивидуального жилья, качество угля и интернет-связи, тарифы на поставку воды для сельчан. Приятно то, что мне очень понравились жители, как и в других национальных пунктах Ривера. Мы очень откровенно, честно поговорили, услышали про те проблемы, которые перед ними стоят. Многие из этих вопросов, наверное, можно снимать на местном уровне. И мне показалось, что не хватает диалога местной власти с жителем. Многие вещи, которые они задают, это вопросы, которых могло бы и не быть, если бы просто местные власти вышли и заранее поговорили с людьми, объяснили, какие права и возможности у них есть. Вот будем стремиться к тому, чтобы этот диалог местной власти с жителями налажен был на регулярной основе, а решение вопросов не обязательно требовало приезда руководства. Поездка в Харивер лишь подтвердила, что вопросы, которые волнуют людей, везде одинаковы. И в завершении позитивный момент, озвученный в ходе встречи. В этом году в Харивере начнется строительство долгожданного детсада. Объект в числе приоритетных для округа. Тимофей Жуков, Вадим Стасюк, телеканал «Север», Харивер.